Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о свободе, равенстве и братстве. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Но, читательница, не пугайтесь. Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хоть он и не женат, есть рожки. А прическа а-ля капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелкой. Вместо пальцев когти, а вместо ног лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился. Но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться вообще ко всем подвыпившим людям, скоро успокоился. — С кем я имею честь? — обратился он к непрошенному гостю. Черт сконфузился и потупил глазки. — Да вы не стесняйтесь, — продолжал Лохматов. — Подойдите сюда, поближе. Я вообще человек без предрассудков. Вы можете говорить со мной искренно, по душам. Да кто вы такой? Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. — Я черт, — отрекомендовался он. Ну, или дьявол. Состою чиновником особых поручений при его превосходительстве директориадской канцелярии господине Сатаны. — Слышал, — отмахнулся Лохматов. — Слышал. Очень приятно. Досадитесь вы. Вот не хотите ли водки? Очень рад. — А чем вы занимаетесь? Черт еще больше сконфузился. — Да, собственно говоря, занятий-то у меня определенных нету, — ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в журнал «Ревус». Прежде действительно у нас было. Мы людей искушали, совращали их с пути добра, так сказать, на стесю зла. А теперь же это занятие «Антагнусуади», как говорят французы, и плевка не стоит. Пути добра нет уже, не с чего совращать. Да и к тому же люди-то стали хитрее, чем мы. Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил. «Огонь, воду и медные трубы прошел. Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи нахапали тысячи?» — Это так. — Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь, — спросил его Лохматов. — Да, — отмахнулся черт. — Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной. Но мы все-таки имеем кое-какую работу. Классных дам искушаем, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем купцов напиваться и бить зеркала. А в политику же или в литературу и в науку мы уже давно не вмешиваемся. Не рожна мы в этом не смыслем. Многие из нас сотрудничают вот в журнале в Ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили, так сказать, в люди. Ох, эти отставные черти, поступившие в люди. Они женились на богатых купчихах и живут теперь отлично. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Очень дельные вообще и уважаемые стали люди-то. — Извините-ка, — перебиловал Лохматов, — за нескромный вопрос. — А какое содержание вы получаете? — Положение у нас прежнее, — ответил черт. — Штат-то нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные. Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что, черт, ну, должность почетная. — Вообще, откровенно говоря, плохо живется. Хоть по миру иди. — Спасибо людям научили нас взятки брать. Тоб давно уже мы перекалели. Только вот и живем доходами. — Поставляешь грешникам провизию. — Ну и хапнешь. Сатана постарел. Ездит все на цуки смотреть. Не до отчетности ему теперь. Лохматов вздохнул и налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговаривался. Рассказал он Лохматову все тайны ада. Излил свою душу. Поплакал и так понравился Лохматову, что тот даже оставил его у себя. Ночевать. Черт спал в печке. Всю ночь о чем-то бредил. А к утру он попросту исчез.